Без единой ошибки и случайности. Такую оценку дали в областной избирательной комиссии. Она касалась выборов депутатов в Новоульяновске и в Барышском районе. Явка составила около 40% в каждом из муниципалитетов. Исполнить свой гражданский долг избиратели могли в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Последние протоколы по предварительным итогам оформили после полуночи. К дням голосования осталось в городе Новоульяновске 47 кандидатов на 15 депутатских мандатов. То есть достаточно такая большая конкуренция, больше трех человек на место. А в Барышском районе 199 на 95 депутатских мандатов. В итоге кандидаты от партии «Единая Россия» празднуют почти безоговорочную победу. За ними остались 14 мандатов в Новоульяновске и 91 в Барышском районе. За КПРФ всего три мандата в двух муниципалитетах. Как подчеркнули в избирательной комиссии, последняя партия пристально следила за соблюдением правил. Нарушений не обнаружила и сама решила вмешаться в ситуацию. Фактически представители КПРФ заблокировали работу комиссии, заблокировали выезд членов участковой комиссии для голосования в ней помещения. То есть получается, что открыто вмешались в деятельность комиссии, воспрепятствовали работу членов комиссии. Инцидент произошел на избирательном участке в Барышском районе. Сейчас готовится заявление в полицию. Плюс от представителей КПРФ поступила просьба о снятии одного из кандидатов в Новоульяновске. Речь о Геннадии Деникаеве. Предложение отклонили, а Деникаев остался у власти. Тем самым подтвердил высокий рейтинг доверия. Его выбрало 58% избирателей. Муниципальные выборы в социальных сетях называют репетицией. В следующем году решится судьба депутатов Законодательного собрания области. Компанию планируют проводить и на цифровой площадке. Такое голосование – альтернатива традиционному.